Друзья, всем привет! Хочу поделиться с вами одной радостной новостью. С этого года я открыл для себя первый мотосезон. Я очень рад этому, проездил уже все лето, кайфую. И в этом видео я хотел бы поделиться с вами своим мнением. Что же взять новичку? Какой мотоцикл выбрать первым? В бюджете 100, ну максимум 150 тысяч рублей. Вариантов здесь много. Кто-то говорит, возьми свежего китайца, а кто-то наотрез отказывается от китайцев и выбирает старого японца. Вот сегодня я поделюсь своим мнением. А вы напишите в комментариях, согласны вы с ним или нет. Поехали! И сегодня у нас на тесте два стареньких боевых японца. Kawasaki ZZR400 и Honda CD400. Очень разные внешне, но очень схожи по своим техническим характеристикам. Лично я выбирал байк в первую очередь сердцем и меня подкупила внешка ZZR400. Я понимаю, что это может быть не очень правильно, что в старых мотоциклах нужно смотреть в первую очередь на надежность, но ZZR купил меня чисто своей внешкой. Пластик, его обтекаемость, видимость того, что он похож на спортбайк в таком небольшом бюджете. Мне показалось все это интересным, и я стал рассматривать в первую очередь ZZR, нежели Sibih. Опять же объясню почему, потому что ZZR за эту цену было много, а Sibih в этом бюджете были единицы, то есть, которые Sibih были в достойном состоянии, они стоили чуть подороже. Но ввиду отсутствия раздутого бюджета, я все-таки стал больше склоняться к ZZR. Перечитал все форумы, перечитал о том, что у них вторая передача, это вообще типа расходник, коробка постоянно вылетает. Опять же, изучил много отзывов, и люди, владельцы ZZR писали, что вторая передача вылетает только у тех, кто крутит первую в отсечку. Если этого не делать, то со второй проблем не будет. Вот так же, как и в моем случае. Мой ZZR не дает мне никаких поводов переживать за коробку. Вторая передача, как и остальные, работают нормально. Пусть не так мягко, как на Хондах. Вот все хондоводы, байкеры меня подкалывают по этой теме. Но меня устраивает, и мне все равно дарит это кайф. А вот в общих чертах я объясню, почему мой выбор именно пал на ZZR. Но так как у нас здесь сейчас и Сибиха есть, ее владелец вам расскажет, почему он выбрал себе Сибиху, а не посмотрел в сторону ZZR. Всем привет! Я владею данным мотоциклом, Хонда Сиби 400, 1993 года. Во владении у меня 2 года он. Рассматривал при покупке, как новичок, много разных мотоциклов, в том числе и Кувасаки в ZZR 400. У них свои погрешности в плане коробки, которые меня немножко смутили. Мой бюджет был до 150 тысяч рублей. Я хотел не играм, а не спорт, не спорт-турист, а именно дорожный мотоцикл, на котором будет удобно ездить. А то в том числе и будет прощать какие-то ошибки новичка. Приобрел данный мотоцикл, было много погрешностей, неправильно двигался, неправильно ездил. Во всем он мне прощал. В связи с этим, я не знаю, считаю, что по приобретению из этих двух мотоциклов они самые оптимальные, самые нормальные. Это мой взгляд на данный мотоцикл. Чтобы данный тест был более полноценным, мы решили прокатиться на мотоциклах друг друга. И сейчас я поделюсь своим мнением, что мне нравится больше в Кувасаки, а что мне больше нравится в Хоне. Как я уже сказал, Кава, в принципе, меня купил внешним видом за эти деньги, а-ля спортбайк. Но, опять же, не спортбайк, а спорт-турист. То есть чуть-чуть более удобная посадка. В принципе, я считаю, мотоцикл довольно-таки мягкий. Это не какая-то зубодробилка, как спортбайк. Помимо внешки, мне нравится, в отличие от CB400, то, что здесь есть ветровая защита. Я знаю, что на CB400 тоже можно поставить ветровик, но здесь она как бы уже идет с завода. И на высоких скоростях, или просто когда холодно, там, вечером, я очень часто ложусь на бак, чтобы спрятаться от ветра. Ну и мне это помогает. Реально, мне так ехать приятнее, теплее. Что касаемо именно ездовых качеств. Вот данная конкретно CB-шка, как мне показалось, едет пободрее, чем моя Кава. Она бодрее отзывается на открытие газа. Она легче в управлении, это факт. Она более маневренная. Хоть и по характеристикам вес у них примерно одинаковый, но вот мне показалось, что она сама по себе легче. И управлять ей, ну, легче, действительно, гораздо легче, чем Кавой. Опять же, это мое субъективное мнение. Как новичка я могу ошибаться. Например, тот же радиус разворота, я вот вспоминаю, ну, на Хонде, он гораздо меньше, чем на Каве. Но, когда мы ехали по трассе, я ехал на Хонде, опять же, нет ветровика, ровная посадка, ты едешь, тебя сдувает ветер, и вроде хочется лечь на бак, но мотоцикл, как бы, тебе говорит, что нет, друг, это другая посадка, у меня нет ветровика, смысла особого нету в том, чтобы ложиться на бак. Так, ну что, могу сравнить два мотоцикла. Проехала сегодня на Кавасаки Зер 400. Вот, данный мотоцикл, значит, больше, чем мне Кавасаки. Понравилось то, что на дальней дистанции на нем едешь, отдыхаешь, нежели чем на моем. Моем спина прямая, неудобная посадка, точнее, ложится, вот, для движения по трассе. Потому что, как-никак, но ветер немножко играет свою роль в движении. Но, Honda, так как я езжу больше не по трассе, а по городу, вот, он считается, как правило, городской мотоцикл, маневренный. Проезжаешь мимо всяких ям, вот, и по скорости он ни грамма не уступает того же Кавасаки. Но, выбирать вам, что вам покупать. Поэтому, всем удач, всем хорошие дороги, без травм. Обязательно покупайте экипировку. Именно здесь приятный звук выхлопа. То есть, владелец заморочился, сделал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ещё что могу добавить по Хонде, это то, что там действительно мягче коробка. То есть, переключение передач гораздо мягче, чем на Каве. При том, что, ну, у меня с коробки вроде как всё нормально. Я уже говорил, передачи не вылетают. Со второй всё тоже хорошо, слава богу. На Хонде коробка мягче. Это факт. Если вам это важно, то, ну, Каве не смотрите, смотрите Хонда. Что касаемо Каве, ну, как я сказал уже, внешка мне нравится, то, что можно прилечь, когда ты едешь далеко, можно отдохнуть, как ни крути. И, опять же, сравнивая конкретно эти два байка, плюс Каве, у меня есть уровень, датчик уровня топлива. Я могу чётко знать, сколько у меня бензина ещё в баке. В Сибишке, в данной, ну, это приходится рассчитывать, только по километражу. Если постоянно ездить на одном и том же моте, я думаю, как бы это легко высчитать. Но, согласитесь, всё-таки удобнее, когда ты чётко видишь, сколько бензина у тебя ещё в баке. Так что, как-то так. Это моё мнение в сравнении двух вот этих байков. И, подведя такой итог, не в обиду владельцу Сибири, но я рад, что я взял себе всё-таки Каву. Да, может быть, он менее надёжный. Он более грубый там, да, в плане коробки. Он тяжелее рулится, но вот он меня устраивает. Лично мне за эти деньги, вообще, он зашёл прям вполне. Я рад, что я поездил на Каве, что я ощутил хоть что-то смежное между дорожником и спортом. Да, это вот спорт-турист. То есть, посадка уже какая-то вроде неровная и вроде как удобно всё равно, не как на спорте мягенько. То есть, мне этот байк прям зашёл. Так что, если вы рассматриваете себе к покупке Кавасаки Зизер и начитались отзывов, что это ломучий, хреновый байк, то я с этим не соглашусь. Ищите просто действительно достойный вариант, ухоженный. Не обязательно привезённый с Японии. Вот мой, он не привезённый с Японии. Когда-то, давно может быть, да, но он уже много проездил по России. Ищите достойный вариант, и тогда Кава, Зизер, будет вас радовать. Мне вы не будете знать проблем, даже с коробкой. На этом всё, друзья. Мы постарались сегодня предельно честно вам всё рассказать про эти оба мотоцикла. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, мы обязательно ответим. Если видео понравилось и было хоть чем-то полезным, ставьте лайк, делайте репост к себе в соцсети. Я буду вам очень благодарен. Спасибо, пока. Всё, Кость, заводимся. Субтитры сделал DimaTorzok